Думаете, в плей-офф попадешь? 100% попадешь. С бормой поедешь, думаешь? Еду. Привет! Шайба Никиты Кучерова помогла Тампе обыграть Бостон во втором матче серии плей-офф НХЛ. Андрей Василевский отразил 22 броска. Нападающий трактора Понтус Оберг стал игроком Питтсбурга. Торонто его обменяла. Как бы он теперь не засобирался обратно, узнав о таких новостях. Впрочем, никакой определенности по поводу следующего чемпионата в Северной Америке нет. И наши это понимают. СКА уговаривает нападающего Якова Теренина подписать контракт с командой. Вчера даже была опубликована фотография хоккеиста с Романом Ротенбергом. Да и нет сомнений, что питерцы постараются воспользоваться тем, что летом получили права на хоккеиста от трактора. Нужен ли питерцам Яков? Неоднозначный вопрос. Теренин может выступать в центре, но у ЦСКА переизбыток центральных форвардов. Яков может сыграть слева на фланге, заменить, например, Тимкина в тройке, где выступает Кимпайнин и Кетов. И тогда это будет действительно мощное звено. СКА бы лучше озаботиться приобретением сильного нападающего в первую тройку. Да, Эмиль Галимов летом показывает неплохую статистику, но очевидно же, что в сезоне у первой тройки будут возникать серьезные проблемы, если, например, у Владимира Ткачева будет неплохой день. Но на рынке никого нет, а Теренин здесь, без контракта от Нэшвилла. Ведь там он ограничен от свободный агент, и потому хищники не торопятся. Вчера СКА и без Якова Теренина обыграл Кумлунь 2-0. Сухарь на счету Ярослава Аскарова, который 9 или 10 октября узнает свою судьбу. В Нижнем Новгороде посмотрели еще раз первый матч против Авангарда, ужаснулись и быстро договорились с Дамиром Жафяровым. Думаю, что просто пришло время договариваться, так как Дамир Жафяров был лишен возможности уехать за океан или в Европу, а в хоккей играть надо. В итоге форвард, который планировал сменить команду, остался у Дэвида Немировски. Условия договора весьма приличные по меркам Торпеда. 35 миллионов за сезон плюс бонус за 30 очков. Жафяров стал самым высокооплачиваемым хоккеистом клуба, но цифры не такие, чтобы кто-то говорил о переплате за игрока. Изначально нижегородцы предлагали 30 миллионов, а затем начали снижать цену, считая, что они имеют на это право. Фигурировало даже цифра в 10 миллионов, это даже меньше, чем у Станислава Кацубы. На точку поставила встреча с губернатором региона, на котором быстро договорились на реальные деньги. Торпеда получает сильного форварда в первое звено, конечно, не до конца решает кадровые проблемы, но хотя бы стало чуть светлей. До миру бы теперь пройти этот турнир без травм, а ведь играть он будет очень много. И совсем не из зарплаты, а потому что нет нападающих, даже близких по уровню, я имею ввиду российских хоккеистов. Осталось дождаться, когда смогут приехать и быть готовыми Шварц, Миле и Клуз. Защитники Риат Пайгин и Михаил Сидоров вчера получили вольную от локомотива и теперь ничем не обязаны Ярославскому клубу. Искренние поздравления, хотя и поздно решение принято. И последнее КХЛ вчера обнародовало правила работы журналистов на матчах чемпионата. Выглядит жутко и не важно есть у вас справка или нет. Но вроде бы через месяц-два все вернется в прежнее русло. Нужно верить в чудеса. Видели? Каблуков забил. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok